Девушки отдыхают Девушки отдыхают Интересная у тебя жизнь? Ненавижу пятницу, потому что приходится работать с этим упырем, который постоянно меня гнобит Значит, упырь гнобит Хорошо Я спокоен Убью току! Ладно, блогер Позже поговорим Fails Hot News Я всегда знал, что умение вязать может помочь в жизни Забацать шапку – это одно дело А вот в пухо подобного доктора Зойберга навязать – это круто! Эй ты! 15-30! Боюсь посмотреть ей в глаза Обзоры приготовил? Давай начинай! Я почитаю пока MOS Eco ES905 – невероятно полезное устройство Особенно в свете подступающего летнего сезона Это универсальный и позволяющий сберечь природное богатство источник энергии для всевозможных мобильных гаджетов Одна из граней устройства, габаритами всего 170х60х54 мм, несет на себе панель с солнечными батареями Даже если солнца нет или оно недостаточно яркое – тоже не беда Берем устройство в одну руку, ручку динамо-машины в другую Крутим и тоже вырабатываем энергию, которая не наносит невосполнимого ущерба окружающей среде Когда энергия добыта, наступает время переправить ее в аккумуляторы тех устройств, которые в ней непосредственно нуждаются При помощи входящих в комплект коллекции переходников для различных гаджетов iPod, iPhone, Nokia, Sony Ericsson, Samsung, LG, Motorola Razr, BlackBerry Имеется также универсальный переходник для подзарядки через мини-USB Впрочем, если устройство, которое нуждается в подзарядке, работает на батарейках 2А или 3А В MOS Eco и S905 не составит труда установить соответствующие аккумуляторы Энергия солнца или мускульной силы будет накапливаться именно в них Этот мобильный зарядник неплохо приспособлен к походным условиям Компактный, надежно собранный, не в руки В нем имеются часы с гудильником, электронный термометр и светодиодный фонарик И все вышеперечисленное доступно в продаже уже сейчас по рекомендованной цене 2450 рублей Посмотрел Алису, плакал 23.30, после гамбургеров опять пучит О! 408! Посмотрел Малахов Плюс и понял, что у меня печеночный гайморит Приготовил отвар из лопуха с кровью среднеземноморского пеликана-альбиноса Так хватит, хватит лезть в мою личную жизнь Слушай, ты же в интернете все постишь Ты чего-то другого ожидал, а? Нет, я понимаю, Дэми Мур спасла человека от самоубийства через твиттер Уга Чавинс, президент, между прочим, в Венесуэлле завел себе блог А ты-то куда? Только и может постить, как оправился, чего боится и какой у него запах изо рта Отвали! Отвалил! MSI Wind U135 Wind U135 – новинка от MSI К сожалению, создатели снабдили нетбук глянцевой крышкой На полке магазина она смотрится великолепно, спору нет Но вот отпечатки пальцев на нем остаются, и еще как! С точки зрения начинки, MSI Wind U135 – самое что ни на есть новинка Он построен на новейшей платформе Intel Pine Trail, специально разработанной для нетбуков Процессор, графический чип и контроллер памяти интегрированы в ней воедино Очень радует то, что процессор Intel Atom N450 с частотой 1,66 ГГц поддерживает технологию HyperTrading То есть способен одновременно обрабатывать два виртуальных вычислительных потока Диагональ дисплея MSI Wind U135 – 10 дюймов Совсем неплохо Правда, разрешение всего-то 1024 на 600 точек Для работы, к примеру, с Excel этого откровенно мало Клавиатура нетбука – фирменная разработка MSI под названием Chiclet С почти полноразмерными клавишами и очень хорошим откликом Сенсорная панель удобная и широкая Заметно шире, чем у типичного мобильного ПК этого класса Есть удобная клавишка-качелька Набор интерфейсов и разъемов вполне стандартный Есть Wi-Fi и Bluetooth, три порта USB 2.0, классический видеовыход SDAP, карт-ридер 4 в 1 И непременная веб-камера на 1,3 Мп Масса аппарата менее полутора килограммов вместе с адаптером питания Очень радует, что благодаря новой экономичной платформе Нетбук даже под нагрузкой почти не шумит и не греется Вот только экран все-таки хотелось бы иметь с большим разрешением С-Т-Г Самым тупым гаджетом на этой неделе признается Знаете, даже не знаю, как это назвать Ну, пусть будет воздушный стул Жидкий же бывает Что ставим? Ха-ха-ха, 10 Поддерживаю! Я бы вообще всех японцев наградил медалями за странный образ жизни Гаджет, знаешь, мне кажется, ты прав по поводу твиттера моего Не буду больше писать туда Молодец! Исправился с тебя обзор Dell Alienware M17X Этот ноутбук разрабатывался специально для геймеров, которые любят собираться вместе и играть в серьезные шутеры Однако надо сразу предупредить о небольшой заподлянке Название Dell Alienware M17X – это название базовой модели Dell предлагает множество конфигураций Если средства позволяют, в вашем распоряжении окажется мощная система с четырехъядерным процессором Intel Core i7-920XM С паренными видеокартами NVIDIA GeForce GTX 280M1 Всего тысяч за 5 долларов В России уже многие поставщики везут конфигурации подешевле и послабее Такие, как, скажем, экземпляр, предоставленный нам для обзора С двухъядерным процессором, четырьмя гигабайтами оперативы, с видео на базе NVIDIA 9400 На нашем экземпляре с трудом шел Crysis на самых минимальных настройках При этом слабое – не значит дешевое Ноутбук в начальной конфигурации стоит как самолет – 70 тысяч рублей В общем, выбирая ноут, покупатель должен смотреть в оба А то подсунут не весь что в красивой упаковке С точки зрения конструкции – неплох Железный корпус – тяжелый и устойчивый В стационарном виде 17-дюймовый Dell Alienware M17X владельца не подведет К нему можно подключать широкоэкранные мониторы и видеопанели, внешние накопители По интерфейсам – USB и SATA и FireWire В общем и целом, в плюсы можно добавить только неплохой экран И то глянцевый, железный корпус и клавиатуру с хорошим откликом и приятным дизайном Цена и мощности этого типа геймерского ноутбука оставляют желать лучшего Вопрос – за что платить две с лишним тысячи долларов? Ну что, Голосок, чувствуешь себя обновленным человеком? Ты прав, мне стало гораздо легче Теперь моя личная жизнь – моя Ну вот, помог еще одному человеку С вами был Инспектор Гаджет И помните, только для пользователей GamesTV при покупке игры God of War Эксклюзивный подарок! Кликайте на баннер Game Park на нашем сайте и... Чмоки! Вчера уснул в метро и проснулся в депо рядом с бомжем Гаджет, ты ведешь твиттер! Субтитры сделал DimaTorzok